Ну вот еще один представитель, скажем так, оппозиционного интеллектуального российского сообщества, живущий не в России, в эмиграции, политолог Александр Морозов, тоже частый участник и моей программы, и других программ на украинском телевидении, присоединяется сейчас к нам. Александр, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вы слышали анализ Александра Харебина, согласны с его базовыми тезисами или готовы с чем-то поспорить? Ну, я бы так сказал, да, я послушал Александра Харебина, и я послушал и Александру Хару, и мне очень близко, кстати, та оценка, которую дает Александр Хара. Почему? Потому что, на мой взгляд, в значительной мере вот сейчас завершен такой первый раунд в декабре, середина февраля. Первый раунд этой схватки между Путиным и Западом, и действительно, надо сказать, что первый раунд кончился не в пользу Путина, это очевидно. Можно даже не причислять, почему, об этом правильно совершенно сказал Александр Харебин, на мой взгляд, назвав все эти, так сказать, потери, которые Путин понес. Но надо сказать, что это первый раунд, а впереди второй, это вот фундаментальный факт, и в этом втором раунде все-таки надо иметь в виду, что военно-технический ответ, которым нам угрожал всем Владимир Путин, он пока еще не состоялся, и мы должны еще увидеть, как он будет строиться. Это первое, потому что за этим последует и новая реакция и Запада, и не только Запада, а вообще, значит, для всех это будет представлять некоторую проблему, которая потребует ответа. Поскольку очевидно, что военно-технический ответ, о котором Путин говорит, Кремль его задумывает как какую-то форму нарушения баланса, военного баланса в Европе, а может быть, и не только в Европе. Это первое. Второе. На этом втором раунде нас ждет какая-то дипломатия. Очевидно, что, хотя первый раунд кончен, и Путин не получил ничего ни по одному из своих требований, но, тем не менее, мы должны посмотреть, как будут развиваться треки переговорные, и к чему они будут приводить, и будет ли там какой-то паралич с самого начала, или какое-то продвижение вперед, или что это будет вообще? И третий важный момент здесь, в этом третьем раунде, он заключен в том, что независимо от ситуации, как будет развиваться ситуация конкретно с Украиной, будет ли нападение или нет, но точно можно сказать, что будут новые санкции со стороны Запада, потому что остались нереализованными санкции там за использование боевых отравляющих веществ против Навального, то есть нарушение договора о химическом оружии, плюс висит в воздухе так называемый акт магнитского глобальный, о котором Байден говорил, и надо сказать, что независимо от развития ситуации на Украине, это тоже будет, поэтому здесь есть еще впереди целый пакет санкций, а соответственно и реакции Кремля. Иначе говоря, главное тут как бы не, если нападение, будем надеяться, что нападение не состоится, и не состоится не только нападение, но даже и какой-то менее значимый военный акт или акт угрозы со стороны Кремля в отношении Украины, но при этом расслабляться нельзя, потому что впереди довольно тяжелый период эскалации. И чем бы сегодня не кончилось вот это сосредоточение большой группировки и действительно ударной и опасной на границе с Украиной, чем бы это не кончилось, даже если послезавтра Путин отведет ее на учение куда-то на Дальний Восток, чего можно ожидать. Но это вот надо помнить, что впереди тяжелый, тяжелый, как бы и очень напряженный этап, а эскалация не кончится завтра. Ну а как вам кажется, есть какой-то вариант Путину уйти, я имею ввиду, отойти от, перестать нависать над украинскими границами, отойти от украинских границ, добровольно пойти на деэскалацию ситуации, но при этом не потерять лица? Ну я бы так ответил, что все-таки Путин очень ясно декларирует вот две свои цели, все понимают эти цели. Я сейчас не говорю, как они выглядят там с моральной стороны, насколько они реалистичны в достижении, но он их так формулирует, он их так видит. Первая цель, понятно, это отогнать Запад от Украины, сделать невозможное вступление в НАТО, это партнерство с НАТО и вообще желательно добиться законодательно закрепленного нейтралитета Украины. Это, понятно, его цель, как бы она прямо и многократно объявлялась. И вторая цель, это новый договор о глобальной безопасности, о котором здесь уже, кстати, говорил Александр Харпин. Вот две такие цели. В этом отношении Путин, если говорить о первом пункте, то есть об Украине, Путин же не остановится. То есть отойдет ли он в сторону или нет, эта стратегическая цель останется. Как он ее будет достигать дальше? Мы это уже знаем и это уже очень подробно обсуждено и украинскими аналитиками в частности. Потому что главный путь к тому, чтобы отогнать Запад от Украины, от поддержки, это как бы три пункта. Первый пункт – получить какую-то дестабилизацию в Украине. Ну или какую-то провокацию в Украине. Такую, глядя на которую, Запад бы сказал, и отдельные страны особенно, «Ой, нет, мы не хотим дальше с этим иметь дело, давайте закроем глаза на все, что происходит, потому что это вообще довольно мутно все». Вот это первая такая стратегия, которая что, она кончится сегодня? Нет, не кончится, конечно. Путин будет ее продолжать. Второй момент важный заключен в том, что впереди там газовая война. Что кончится, как бы там, допустим, этот этап эскалации вот в этой форме кончится. А что, разве кончится игра вокруг газа? Нет, она не кончится. Она будет продолжаться и дальше, да, и здесь никуда Путин от этой формы давления не уйдет. Ну, или не газовая, можно шире сказать, какая-то торговая, экономическая война, экономическое давление. Ведь дело в том, что Кремлю же очень важно не только, так сказать, получить такую дестабилизацию, но мы читаем кремлевскую прессу. Там постоянно торжествуют авторы и говорят, что вот Украина в ужасном положении, нищета, правительство там игнорирует интересы народа. Это любимая тема кремлевской пропаганды. Но они же хотят подтверждения этого. Поэтому экономические проблемы Украины – это вот такой важный момент для Путина номер два. И номер три, очевидно, мне кажется, что Кремль, конечно, хотел бы получить внутри самой Украины такое изменение в политическом классе, при котором значительная его часть сама бы сказала, без всякого давления, сказала бы, знаете что, а нейтралитет – это не так и плохо. Ну вот же жили там, как бы, живут же страны с нейтралитетом, почему бы и нам не жить, при этом сохраняя там какую-то форму военного сотрудничества с большими странами. Но зато мы не будем под таким давлением. Вот таких три инструмента. Будет Путин их развивать? Да, будет.